Всегда на готове. 6 октября по всей России прошла штабная тренировка по гражданской обороне. Ненецкий автономный округ не стал исключением. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Подробности у Катрины Тайбарей. Стоны и крики о помощи доносятся из перевернутой машины в районе реки Петомбой. Вследствие взрыва газовой трубы произошла автокатастрофа. В результате 10 пострадавших, трое погибших. Такова легенда штабных учений МЧС России, которые сегодня проходят по всей стране. Подготовка пожарно-спасательных подразделений, соответственно, это одна из основных задач гражданской обороны и подготовка населения к действиям в нештатных ситуациях. Соответственно, тренировки надо проводить ежегодно. Соответственно, это приводит к соответствующему уровню. Это приводит к готовности населения и приводит к готовности пожарно-спасательных подразделений для реагирования на возникающие червячаемые ситуации. На месте условной ЧАЭС силы и средства гражданской обороны отработали действия по локализации и ликвидации аварии. Основные задачи – достать пострадавших из транспортного средства и не допустить утечку топлива и его дальнейшее воспламенение. Сейчас работа была с гидравликой, эвакуация двухсотого. Мне кажется, что по ситуации был взрыв какой-то и мимо проходящей машины они от этого взрыва перевернулись. Каждый год меняются вводные обусловленные чрезвычайные ситуации. Таким образом, отрабатываются все возможные на территории Ненецкого округа виды происшествий. В рамках учений в 2021 году были привлечены волонтеры, которые ранее проходили курс добровольного спасателя. Я была тяжело пострадавшей. У меня было сломано бедро. Я не могла шевелить никак. Мне было очень тяжело. Надо было встать в какую-то позу тяжелую, чтобы меня смогли вытащить из машины. Также в рамках всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне проверена готовность систем оповещения населения регионального и муниципального уровней, готовность защитных сооружений гражданской обороны и готовность пунктов временного размещения населения.